всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии мы с вами ведем диалог вы задаете мне вопросы я на них иногда отвечаю иногда у меня нет сил на них отвечать или нет времени но в данный момент есть время вот один из слушателей читателей смотрителей этих роликов спросил меня задал три вопроса во первых верю ли я в бога конечно конечно как иначе а как иначе конечно да во вторых видел ли я нло конечно нет конечно не видел так же как и любой другой человек на нашей планете конечно не видел галлюцинации меня еще не посещали поэтому не видел и третий вопрос есть какой какой у меня мечта мечта у меня какая может быть мечта мир во всем мире одна единственная самая важная моя мечта это то чтобы во всем мире был мир все очень просто я очень банально мыслю вероятно но тем не менее и в этой связи хочу показать пластинку которую безумно люблю вот она да джон леннон imagine 1971 год удивительное дело на пластинка это абсолютно не устарела звучит она но я могу сказать так без сомнений всяких что звучит абсолютно современно никогда бы я не сказал что это с 71 год прошлого века так же как и кстати говоря про пластинку sticky fingers drooling stones которая вообще не кажется устаревшей не ну просто не нет ни один звук не устарел оттуда и песни и все прямо вот ну все что угодно но не 71 год прошлого века так же как и imagine что касается the rolling stones то следующие альбомы там it's only rock'n'roll goldhead soup они более архаично звучат чем sticky fingers у лена у лена на нету лена на другая история все его пластинки они звучат вполне адекватно может быть может быть чуть-чуть и не современно да но уже уж это всяко не прошлый век вот уж абсолютно точно это не прошлый век по звуку может быть это мое мнение такое но уж поверьте я слышал много и продолжаю слушать и извини за выражение анализировать и сравнивать и и вникать но ну совсем не совсем это не не архаика никакой очень хорошая пластинка очень простая с одной стороны хотя ничего там простого нет многие говорят что здесь собраны лучшие песни из всего что написал джон леннон не знаю мне трудно с этим согласиться песни прекрасные но я не могу сказать что это лучшие песни леннона у него очень много хороших песен выбирать лучшую песню или лучшие песни это занятие вообще неблагодарное потому что песни несут разное настроение и резонирует с нашей не получить это слово душой с нашими душами да в разное время по-разному и поэтому сегодня может показаться что одна песня самая лучшая а послезавтра она будет совсем другая уже ее место займет совсем другая хотя не знаю есть люди которые там пишут объективно этот альбом лучше что такое в музыке объективно я не знаю я не знаю просто что это такое я тупой наверно глупый не знаю про песню и мэджин заглавную что можно сказать можно сказать также объективно это одна из лучших песен написанных в двадцатом веке объективно так вам ответ всем объектив щекам действительно гениальная песня она простая гармонически мелодически но это та самая простота которая та самая красота которая спасет мир это самая простота которая лучше любой сложности прекрасный совершенно номер и но спорить с этим бессмысленно потому что одна из самых часто звучащих в мире песен вот что я могу сказать люди голосуют ушами голосуют душами голосуют рублем в конце концов если нет души и ушей или если есть все равно рублем голоса замечательная песня наивная горит она она совсем не наивная она совсем не наивная не банальная она горита самых важных вещах и я начал сегодняшний монолог именно с тех самых банальных вещей что я верю в бога я не видел его и я мечтаю о мире во всем мире собственно говоря я пересказал содержание песни и мы джин а что еще может быть важнее этого да ничего на самом деле любовь скажете вида любовь она вытекает из всего вышесказанного потому что любовь это бог есть любовь да правильно видите вот и все а в бога мы верим поэтому все окей и мы джин фолды пипу крипл пин сайт второе полотно прекрасная ироничная можно 5 веселая злобно веселая как у лена навсегда это бывает звон вон человек не могу сказать из и ну из того что я читал про него не могу сказать что он очень добрый человек был он был такой себе на уме конечно парень как и любой гений а то что он гений мне нет никаких сомнений я просто слушал его песни вот и все спросите почему алексей ты считаешь что он гений я слушал его песню вот ответ единственный харрисон играет на добро знаете да такую гитару с металлическим кругом очень интересная игра вообще харрисон здесь играет очень много на этом альбоме и ринго стар было бы играл даже но радикализм лена на его обломал заставила бы уйти из студии ринга сказал что нет я извини джон этого я сделать никак не могу уж слишком-то крут ну потом они да они не ссорились я хотел сказать потом не помирюсь они не ссорились просто есть определенные принципы у людей и ринга не не мог нарушить пойти вразрез со своими принципами джелл из гай алан уайт на барабанах джим келтнер ему помогает звучит оркестр струнный так все красиво мило трогательно и жалостливо потому что ревнивый джон леннон поет о том как он ревнует как ему не просто живется в ролике о группе секрет я говорил что нельзя разделять текст и музыку но я всегда это говорю вообще и здесь я повторюсь тоже что джон леннон не поет об этом о своей проблемах ревности а играет об этом музыка об этом говорит мелодия об этом говорит мелодия передать гораздо больше чем слава в песне в любой любую песню какую не возьмите даже боба дилана которую принято про который принято говоришь он вообще не поет он просто бормочет текст нифига подобного он нормально поет совершенно почему ты так думаешь алексей спросите вы а потому что я слышал его песни вот и все вот ответ it's a hard это тяжело это тяжело дикий саксофон и все тяжело и все тяжело все громко начинается рок-н-ролл пластинка это несмотря на свою нежность и трепенность она достаточно тяжелая по звуку и вкрапление вот этих вот лирических тонких таких красивых песен они только подчеркивают злость тяжесть музыки пластинки и мэджин это можно сказать это самый хард-роковый альбом жена леннона как ни парадоксально это звучит просто так сразу кажется так ах и мэджина и вот-вот-вот а пластинка не про это пластинка совсем другая пластинка тяжелая злобная ироничная и бьющая в мозг и бьющая в позвоночник тут тут рок-н-ролла с рок-н-роллом все в порядке вот это хальта уже как бы и преддверие вот это вот странные восточные интонации в оркестре напоминающие лед зеппелин кстати говоря местами в общем подъезжаем мы к самым важным вещам don't wanna be a soldier мама don't wanna be a soldier ну харрисон уже наигрался вот so hard на гитаре don't wanna be a soldier одна из любых любимых моих вещей и прелестью основная заключается в том что она длинная что она очень длинная она с дикими барабанами пробивающими мозг просто и она тянется 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 и хочет чтобы она еще тянулась такая медитация тяжелая гнусная и грустная медитация и злобная потому что я не хочу быть солдатом поет джун леннана умирать не хочу мама нафиг мне это надо это с одной стороны это молитва практически молитва обращение к матери обращение к богу обращение к кому угодно ну и понеслось дальше гимми сан трус харрисон вырез врезает на слайд-гитаре это уже настоящий тяжелый рок ленноновский такой пришедшие из белого альбома наверное из белого альбома и чуть-чуть и заберут где он все-таки зацепился немножко за полотно расписанная маккартни своими виньетками псевдо барочными и в которых можно потеряться просто и и потерять ориентацию это рок-н-ролл или это что такое я не понимаю ребята это какой-то я беру просто невероятный джон леннан там уцепился пару раз крепко и вот здесь вот гимми сан трусом дал уже по-настоящему тяжелого рока подходя к песне в которую он хотел сама выразиться максимально и сама выразился за how do you sleep харрисон здесь помог тоже а ринга не вытерпел и ушел на между между этими двумя айсбергами тяжелого рока о май лав до красивая вроде бы написано времена белого альбома песни если я не ошибаюсь я не помню просто этого ну она типичная такая вот типичная лирика просто как какой-то я не знаю она мне гораздо меньше нравится чем и мы джин песня сама по себе но она такая битловская вот все что я могу сказать она битловская конечно но вот ходу и слив конечно это да это это ребята вам не кот начхал и и и и и сержант пеппер здесь у нас упомянут проехалась по нему джон леннан потому что сержант пеппер это конечно это конечно хорошая музыка но это конечно уже конец битлз окончательный бесповоротный окончательный бесповоротный все что было дальше это уже сложная и достаточно тяжелая история хотя внешне там все привлекательно все замечательно все песни красивые но это уже не это уже какой-то распад сознание смысле в хорошем смысле этого слова смысле том что рок-н-ролл закончился и умер окончательно на пластинке сержант пеппер хотя задорное начало я про нее отдельно буду говорить про сержанта все ее любят все ее боготворят все ее обожают я тоже свое время ее любил но не сильную любовью надо сказать она самого начала вызывала у меня какие-то подозрения это пластинка ну и how do you sleep конечно проезд и по пепперу и по маккартни и по всему по всему и проезд такой яростный что ринга как я уже говорил просто отвалил в сторону ну how прекрасная мелодия одна из лучших наверное написанных ленноном и удивительная любовная песня которая кажется примитивной многими но многим кажется примитивной и ничего не стоящей и безделушкой о йока написана песня была мгновенно ленноном просто мгновенно сидя в студии он и сочинил за пять минут или за 15 не знаю но это та же самая простота которая лучше любой сложности это самая настоящая полноценная законченная отличная песня самовыражения песня о любви песня обращение к любимой женщине мелодичная с простой абсолютно доходчивой гармонией проще не бывает но в этом весь кайф это это искусство от этого никого не денешься можно называть как угодно ах примитив ах там ля-ля-ля ничего подобное это искусство попробуйте написать такую песню попробуйте сесть и написать такую песню с такой мелодии с таким рефреном на такую простую гармонию такую песню чтобы ее пели потом тысячи приходящих на концерт людей десятки тысяч радовались ждали и просили ее исполнить вот и все вот разница между настоящим искусством и шарлатанством пошел пить пока